Ну я думаю, что, конечно, украинская элита ничего отдавать России не хочет. Это такие люди, основная масса, которые привыкли хапнув, сидеть на том, что они хапнули. И даже если их дом горит, они все равно с этого хапнутого, на чем они сидят, не слезут. А если слезут, то предпочтут салом дом тушить. Понимаете, как говорится? Есть такая поговорка. Поэтому я думаю, что России не надо рассчитывать на то, что кто-то им что-то отдаст. Просто России надо активно присутствовать в украинской внутренней политике. России надо активно поддерживать те здоровые части украинского общества. Это прежде всего народ Украины. На Западе, на Востоке, среди грек-католиков, среди православных. Это не имеет значения. Которые противостоят этой коррупционной криминальной элите. У Украины это важнейшая зона жизненных интересов России. И Россия обязана сделать так, чтобы на Украине было правительство, которое будет действовать в интересах украинского народа. А интересы украинского народа в экономическом союзе с Россией и с Европой. Но точно не в кормлении вот этой вот банды, а оранжевой или из других регионов Украины, которая довела страну до ничтожного и унизительного положения. Там же ужасная апатия у людей на Украине. Люди уже ни во что не верят. Они не верят ни в политику, ни в будущее. Ни во что. А эти богатеют. Богатеют и богатеют. Они уже начали чернозем украинский продавать в Европу по весу просто. Потому что они думают, как бы им еще денег раздобыть. Вот мне кажется, Россия должна остановить разграбление Украины и активно вмешаться в борьбу за судьбу братского, родного украинского народа. Продолжение следует... Продолжение следует...